В параллелограмм ABCD с углом А равным 45 градусов и стороной AD равным 10 корней из 2 вписана окружность. Найти радиус окружности. Сделаем схематический рисунок. ABCD параллелограмм. Угол А 45 градусов. AD 10 корней из 2. Из точки О приведем радиусы в точке касания KTLF и приведем высоту BH. Высота BH будет равняться отрезку TF как 2 радиуса. BH равняется 2 радиусам вписанного окружности. Рассмотрим треугольник ABH. Треугольник ABH у нас будет прямоугольный и угол А там будет N 45 градусов. Следовательно угол ABH будет равняться также 45 градусов по сумме острых углов прямоугольного треугольника. В сумме они дают 90 градусов. Угол ABH равен 45 градусов. Следовательно треугольник ABH равнобедренный. Тогда у нас получается что AH равняется BH и равняется двум радиусам вписанного окружности. Напишем теоремию Пифагора для этого треугольника. Тогда у нас получается AB в квадрате будет равняться AH квадрат плюс BH квадрат. Выразим отсюда AB. AB равняется корень квадратный. AH это у нас два радиуса. Получается два радиуса в квадрате. Плюс BH. BH это также два радиуса. Два радиуса. Получается два радиуса корней из двух. Это сторона AB. Далее рассмотрим площадь нашего параллелограмма. Площадь параллелограмма ABCD будет равняться произведение основания на высоту. Рассмотрим основания AD и высота BH. Тогда у нас получается вместо AD мы ставим 10 корней из двух. А вместо BH ставим два радиуса. Рассмотрим площадь параллелограмма относительно стороны AB. Тогда у нас получается AB умноженное на высоту. А высота в этом случае у нас будет KL. Тогда вместо стороны AB мы ставим два корня из двух на радиус, умноженное на высоту KL. А KL у нас будет равняться двум радиусам, как диаметр окружности с центром O. Так как параллелограмм один и тот же, следовательно, площадь равна. Отсюда мы можем сделать вывод, что 10 корней из двух, умноженное на два радиуса, равняется 2 корней из двух, умноженное на радиус и умноженное на два радиуса. Сократим 2R слева и справа и корень из двух слева и справа. Тогда у нас получается, что два радиуса вписанной окружности будет равняться 10. Отсюда радиус вписанной окружности равняется 5. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большой палец вверх.